Храм в Брестской крепости – то святое место, куда Игорь Ращенко иногда приходит, чтобы побыть наедине с собой и Богом, и переосмыслить многие события в жизни. Сегодня не без помощи свыше, он на правильном пути, но сложнее всего вспоминать лихие 90-е. Когда он наступился, мальчишкой попал под влияние улицы и стал употреблять наркотики. Наверное, был маленький город, в то время я видел, что пьют и курят, и это считалось как-то старше. Одни занимались спортом, а вторые были хулиганами, и всегда почему-то эти хулиганы привлекали внимание. И потом пошло там сигареты, алкоголь, после этого я поступил в Кобрин, и оттуда началась, наверное, та зависимость, потому что тоже как для парня проявить себя. В то время там было множество всяких цыган, и вот такого, и пошла вот эта деструктивная модель поведения. Еще со школы у Игоря было много достижений в спорте, но этот талант, впрочем, как и другие интересы, погасли вместе с зависимостью. Оно мне внутренне мешало, наверное, больше всего развиваться полноценно, потому что находясь в чистоте, когда ты начинаешь радоваться жизни, солнцу и всему остальному, а ты в зависимости, в активном употреблении, в зависимости ты этого просто лишен. Когда Игорь осознал, что падает в пропасть и наркотики, это путь в никуда, он собрал всю волю в кулак и нашел в себе силы вырваться из этого плена. Теперь его жизнь наполнена новым смыслом. В ней появились радость, общение, спорт и путешествия, новые встречи и цели на будущее. И наркомания, и алкоголизм, и курение, и даже сквернословие – это тоже страсть. То есть тот грех, который уже укоренился в человеческой природе, и, как говорят святые отцы, стал как бы частью человеческой души. Но это такое наносное, это то, что прилепилось на самом деле очень сильно к душе человека, конечно же, ввело в зависимость не только душу, но и тело. То есть весь человеческий организм страждет. И поэтому для преодоления такой страсти к наркомании необходим комплексный подход, то есть помощь и душе, и телу. Самая главная задача – это прожить остаток жизни так, чтобы дети мной гордились. И я очень боялся быть позором своих детей. Ну, как бы и боюсь, и до сих пор, как бы это такое, это меня вот подталкивает на какие-то такие движения, помогать людям таким же. Вот, например, вот у меня есть опыт, он негативный. Но вот его я, понимая сейчас себя, я хочу его аккумулировать и нести пользу на этом опыте. Потому что я прекрасно понимаю, сейчас все поменялось, и пришли наркотики другие, которые разрушают мгновенно личность, они забирают душу, забирают радость мгновенно у подростков. А почему так происходит? Например, у парней, которых там сироты, родители пьют, либо где-то папа, мама умерли, они не понимают, что им делать, и они начинают быть предоставлены улице. А если бы у этих ребят была правильная компания, были те старшие товарищи, которые бы их, например, направили на какое-то правильное русло, занятия спортом, показали свой пример, и вот в этом ключе у подростка бы менялось мышление. Именно поэтому Игорь развивает два проекта, один из которых направлен на пропаганду единоборств среди детей и подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию. А второй – на профилактику наркопотребления и помощь зависимым людям. И это очень важно, ведь в 2022 году в Брестской области общее число зарегистрированных пациентов с наркоманией и токсикоманией, а также потребителей психоактивных веществ составило 1162 человека. Причем 3% из них – подростки в возрасте до 18 лет, а 46% имеют среднее и неоконченное среднее образование. Человек, который злоупотребляет наркотиками хотя бы полгода-год, даже не специалист, очень легко может заметить именно по необычному поведению, высказываниям и другим каким-то мелким признакам, которые обычно указывают на то, что у человека действительно разрушается личность. Поэтому опасность наркотиков в первую очередь заключается в этом. А во-вторых, в сопутствующих проблемах заражение заболеваниями, которые передаются, например, через иглу, либо через незащищенные половые контакты, которые очень часто происходят под действием наркотических веществ. Необдуманные поступки, которые часто происходят при интоксикации, травмы, агрессия, нападения и тому подобные вещи. Люди, столкнувшиеся с проблемой наркозависимости и их родственники, могут обратиться в наркологический диспансер. Если человек пришёл добровольно, ему постараются помочь, предложат выход из ситуации. А главное, что такое обращение не приводит к постановке на учёт. А помощь в этом случае оказывается на анонимных условиях. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.